друзья всем привет вы на канале mobile style и сегодня будет подробное сравнение он r50 и этот смартфон кстати уже с google сервисами то есть здесь есть youtube здесь есть play market и все остальное и xiaomi 11t дата выхода этих смартфонов старт продаж ноябрь 21 года продается не в версиях 8 128 8 256 и также он r50 есть еще в версии 6 128 в цветах в обзоре он р у меня черного цвета также есть в цветах изумрудный перламутровый и кристалл очень красиво переливается этот цвет не очень-очень нравится больше чем с надписями 11t продается в цветах белый серый и голубой голубой будет с матовой спинкой матовая стеклянная спинка а вот белый и серый эти смартфоны глянцевые у меня он в сером цвете но ближе к какому-то мокрому асфальту ближе он все-таки к черному цена в январе 22 года на версию 8 128 в официальных салонах 1399 белорусских рублей в россии 35000 стоит он со скидками 11т стоит тоже 35 но в официальных салонах без учета скидки цена 40 45 тысяч россии смотрим что в комплекте в комплектах документы скрепки на дисплеях смартфонах наклеены защитные пленки уже с завода а также быстрые зарядки у она на 66 ватт у 11т на 67 ватт также в 11т у меня есть комплекте силиконовый чехол в он или в моем комплекте силиконового чехла нет но также в других странах продаются смартфоны в комплекте с силиконовым обычным чехлом внешний вид смартфонов спинки здесь стеклянная окантовка в он или пластиковая здесь окантовка металлическая давайте посмотрим какие слоты в этих смартфонах сейчас открываю слот 11т слот здесь прорезиненный слот на две сим-карты возможность поставить карту памяти здесь нет и 11т защищен от пыли и от брызг по стандарту альпи 53 никакой влага защиты в он или 50 нет и давайте посмотрим какой здесь слот слот здесь также прорезиненный слот точно также на две сим-карты нет возможности поставить карту памяти в двух смартфонах блоки камер выпирают и если пользоваться без чехла лежа на столе то тогда смартфоны будут качаться больше качается 11 м сверху у нас находятся дополнительные микрофон и шумоподавлением также в 11 есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой чего нет в она ря 50 левая грань абсолютно пустая на правой грани у нас качелька регулировки громкости кнопочки включения выключения в 11 она же сканер отпечатка пальца а вот он рисканет расположен внутри дисплея и расположение сканера не очень удобно и сканер немножко занижен если мы посмотрим на смартфоны с лица фронталка чуть мельче в 11 и сверху находится у нас разговорные динамики защита от царапин здесь у нас горилла глаз третьего поколения здесь горилла глаз виктус в honor 50 дисплей закруглен мне очень нравится закругленные дисплеи но здесь немножко больше чем везде искажение цвета по краям и также здесь не очень чувствительная область снизу говорю я вот о чем если мы хотим отправить голосовое сообщение очень сложно включить запись голосового сообщения когда мы включаем внизу в то время как смайлики открываются очень легко а вот если мы откроем клавиатуру здесь без проблем мы можем включить запись включается с первого раза вес смартфонов 175 и 203 грамма удобнее легче и компактнее в руке лежит honor 50 дисплей здесь олед здесь у нас amoled с диагональю 657 и в 11 667 разрешение full hd плюс в двух смартфонах количество точек на дюйм 392 и 395 у сяоми и в двух смартфонах более одного миллиарда цветов давайте зайдем в настройки обои которые установлены у меня сейчас из приложения 7 фон из новых где-то про листа в 2030 потому что обычно в комментариях спрашивают какие обои установлены на дисплее итак смотрим по цветопередаче оба смартфона яркие насыщенные с хорошими углами обзора оба дисплея этих смартфонов мне нравится давайте зайдем в настройки кстати быстрее прогружает сяоми давайте зайдем в настройки настройки экран и яркость экран здесь у нас есть 120 герц частота обновления 120 герц и у онора скорость обновления экрана 120 герц 60 герц и также есть динамическая то есть баланс производительности и энергопотребления при максимальной частоте обновления 120 герц вот в чем разница 60 пролистывания будто бы рывками 120 более быстро и более плавно и давайте пока оставляем 120 герц и замеряем шим в этих смартфонах кстати режим 10 димминга то есть устранение мерцания у сяоми есть в обзоре на 11 я рассказывала почему этот режим 10 димминга на этом смартфоне лучше не включать и так сделаем свет меньше сейчас у нас установлена максимальная яркость и включаем белый фон на яркости сто процентов смотрим какая какой коэффициент пульсации 11 т коэффициент пульсации 9 процентов он r50 коэффициент пульсации 435 норма по гостам пять процентов делаем яркость ниже яркость давайте сделаем примерно 50 процентов делаю на глаз потому что приложение которое отображает точной что точный процент яркости почему-то здесь работает не совсем коррект на яркости 50 процентов коэффициент пульсации 10 и у она ра 6 и 2 делаем яркость примерно на 25 процентов это самая неприятная яркость по коэффициенту пульсации и смотрим сейчас 22 процента и 7 процентов у она ра делаем яркость 0 процентов как мы видим пульсация на двух этих смартфонах выше нормой но сравнивая с другими смартфонами от компании samsung пульсации здесь небольшая 0 процентов 6 процентов пульсации и на она ри 17 процентов на разной яркости коэффициент пульсации разные но в целом шим немножко меньше на он р 50 и в двух смартфонах есть активный экран здесь у нас находится рабочий экран и обои постоянное отображение в сяоми это активный экран и блокировка активный экран здесь мы выбираем стиль часов какие-то надписи художественные аналоговые часы калейдоскопы и цифровые переходим к разблокировки в двух смартфонах есть разблокировка по лицу и добавлять можно по два лица на оба эти смартфона давайте посмотрим как смартфон будет меня узнавать и так уже разблокируется раз два три вообще быстрее разблокировка по лицу меньше ошибается на 11 смотрим разблокировку по сканеру отпечатка пальца добавлять можно по 5 отпечатков на любой из этих смартфонов и так смотрим разблокировка по сканеру отпечатка пальца также быстрее срабатывает на сяоми переходим к звуку звук стерео на 11 у onr 50 звук не стерео что касается связи связь стабильная на оба смартфона что касается работы мобильного интернета у сяоми мобильный интернет работает стабильно хорошо а вот в он или 50 у меня были просадки с мобильным интернетом иногда приходится по зданиям какие-то уведомления и также иногда мобильный интернет проседает и ждешь пока прогрузится дальше видео для того чтобы продолжить просмотр что касается работы датчика приближения здесь наоборот в он или работает стабильно за время использования не было ни одного промаха а вот у сяоми это слабое место постоянно работает сам по себе особенно если вы разговариваете лежа либо смартфон держите плечом хорошо срабатывает только вот при таком движении и то не всегда если это как-то по-другому смартфон может и не сработать запись разговора в беларуси есть на сяоми а вот в он или записи разговора нет итак слушаем звучание онора на максимальной громкости включаю сяоми как мы слышим звук гораздо громче на сяоми также здесь он объемнее и приятнее плюс за звук уходит в сторону сяоми и кстати во время разговора вместе с разговорным динамиком немножко громкости добавляет и вот этот динамик сверху переходим фронтальным камерам фронтальная камера здесь 32 мегапикселя светосила 2 и 2 у сяоми это 16 мегапикселей светосила 245 видео записывают в разрешениях full hd 30 full hd 60 honor и сяоми full hd только 30 full hd 60 к сожалению здесь нет что касается съемки на фронтальную камеру и по видео и по четкости по детализации даже заметно это днем по качеству мне больше нравится 11 м когда света становится чуть меньше фотография больше похоже на какую-то нарисованную где совсем мало детализации у онера в то время как 11 по детализации вытягивает старается и разница в качестве это заметно образцы фотографии сможете увидеть чуть позже в примерах и так смотрим если перемотать немножко вперед видео на он или какой-то смытое будто бы через какой-то неприятный фильтр и по детализации и по качеству обратите внимание в то время как на 11 по качеству лучше основные модули здесь 108 мегапикселей светосила 1 и 9 8 мегапикселей светосила 2 и 2 и по 2 мегапикселя это датчик глубины светосила 24 и макро здесь у нас 108 мегапикселей светосила 175 8 мегапикселей светосила 2 и 2 и 5 мегапикселей светосила 2 и 4 макро что касается съемки на макро модуль гораздо лучше и гораздо ближе можно сфокусироваться на 11 т можно сфокусироваться настолько близко и прям хорошо все рассмотреть что вам нужно что касается зума в двух смартфонах этом при фотографии десятикратный максимальный зум при видеосъемке 6 кратный зум видео снимают эти смартфоны в разрешениях full hd 30 full hd 60 и 4к 30 кадров снимать на широкий угол можно только в разрешении full hd 30 кадров и угол съемки выбирать нужно до начала записи видео как я уже сказала здесь есть модули на 108 мегапикселей включаются они отдельно у онара это режим еще и режим high res здесь так и называется 108 мегапикселей если мы будем сравнивать фотографии вечером то разница заметно по четкости по детализации лучше снимает 11 и если мы будем сравнивать фотографии днем то также видна разница как и в авторежиме давайте сразу и авторежим затронем в авторежиме и днем и вечером лучше снимает 11 прежде чем показать вам примеры я протестировал эти камеры написала себе заметки а также сделала уже коллажи которые вы увидите позже в видео здесь мы видим что по детализации не дотягивает покажу буквально пару кадров чтобы это было понятно на что обращать внимание позже сможете посмотреть коллажами и вот у нас режим 108 мегапикселей приближаем приближаем пытаемся рассмотреть и здесь мы видим что по детализации лучше отрабатывает 11т даже днем мы видим разницу в качестве в авторежиме также в режиме 108 мегапикселей вот для сравнения день хорошее освещение и здесь мы можем рассмотреть и по цветам лучше и по детализации эту нижнюю часть на 11 м на он r50 когда света становится недостаточно когда сложно определить цвета он почему-то цвет теряет и фотографию больше уходит в темно какие-то черно-белые сложно назвать но цвета уже меньше например вот красный автомобиль здесь он какой-то темно-коричневый что ли если мы будем снимать вывески то более правильная отработка на он r50 но если это не вывески и мы снимаем в авторежиме либо это режим ночь вот кстати вечером 108 мегапикселей разница вот какая огромная номер даже не просмотреть номер не прочитать на он или просто ужасного качества съемка если мы снимаем в авторежиме и в режиме ночь то лучше себя проявляет 11т покажу пару примеров приближаем для детализации здесь мы видим что вместо кустов какая-то каша здесь мы можем рассмотреть даже какие-то веточки и вот для сравнения еще один кадр в авторежиме приближаем видим что все темное все кашеобразная на он r50 и смотрите сколько шума здесь на двух смартфонах есть двойное видео и обратите внимание запись на фронтальную камеру на 11 без стабилизации видео будет трястись что касается различных режимов зайдем в камеру здесь у нас есть режим диафрагма режим ночь портрет фото видео мультивидео это тот двойной это двойное видео профи панорама hdr отрезок времени водяной знак документы супер макро режим 108 а также история в одиннадцатый профи видео фото портрет еще режим ночь 108 видеоклип панорама документы видеоблог замедление таймлапс киноэффекты до двойная выдержка двойное видео а также клонирование клонирование можно снимать как фото так и видео покажу вам небольшой отрезок и сверху мы можем включить супер макро подводя итог по основной камере плюс за основную камеру ходит в сторону 11 камеры здесь снимает лучше и фото и видео снимает она лучше и днем и вечером и также в режиме макро и кстати на 11 в режиме супер макро можно записывать даже видео чего нельзя сделать на он или он or лучше себя проявляет если эта съемка каких-либо вывесок а также если в комнате очень очень темно в режиме ночь делает фотографию светлее чем 11 цит и во всех других режимах лучше себя проявляет 11-т а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что касается нагрева в стресс-тесте в Antutu, который длится 45 минут под высокой нагрузкой на эти смартфоны, максимальный нагрев у 11T был 40 градусов, максимальный нагрев у Honor 50 был 42-43 градуса. Нагрев этот не критичный, нагрев этот не существенный. В целом оба смартфона работают хорошо. Когда процессоры очень высокого уровня, очень сложно уже становится ощутить эту разницу между работой, между скоростью этих процессоров. В любом случае Antutu выдает 512 и 628 тысяч баллов. И что касается лагов за время использования, Honor работал идеально, а вот микрофрезы в 11T у меня были. Чаще всего во время звонка, когда звонят либо вторая линия, либо основной звонок, либо быстро поднимаешь трубку, либо смартфон немножко зависает, полностью белый фон, и ты даже не можешь посмотреть номер, кто тебе звонит и с кем ты сейчас будешь разговаривать. Буквально 2-3 секунды и уже смартфон отображает, кто вам звонит, но это что-то ненормальное, надеюсь, позже это исправят. Переходим к батареям. Здесь у нас батарея 4300, здесь у нас 5000 мАч. От 15 до 100% зарядка от комплектной. У Honor это 66 Вт, необходимо 40 минут до полной зарядки. У 11T это 67 Вт, и от 15 до 100 смартфон заряжается за 34 минуты. При просмотре видео на максимальной яркости через Wi-Fi в качестве 1080 в YouTube, при 60 Гц смартфоны разряжаются со 100 до 95% Honor, 11T со 100 до 96%. Если это 120 Гц, то оба смартфона разряжаются со 100 до 95%. Оба смартфона не поддерживают беспроводную зарядку. При средней активности батареи этих смартфонов хватает на 1,5-2 дня. Если использование смартфона активное, то батареи хватает до позднего вечера, либо практически хватает на сутки. Оба смартфона по автономности мне очень-очень понравились, но батарея немножко лучше, заметно лучше. Она все-таки в 11T, поэтому плюс также уходит за батарею в сторону 11T. Подводим итоги. Перечислять будем плюсы этих смартфонов. Плюсы Honor 50. Корректно работает датчик приближения. Удобнее и компактнее лежит в руке этот смартфон. А также чуть меньше шим на Honor 50. Плюсы 11T. Комплект. Здесь 67 Вт зарядка, а не 66. Опять же, разница не существенная, но здесь есть еще силиконовый чехол. У меня в комплекте Honor 50 силиконового чехла нет. В других странах поставка с комплектным силиконовым чехлом. Следующий плюс это внешний вид. Сюда я отношу не какие-то вкусовые качества, сюда я отношу именно IP53. Защиту от пыли и от брызг у 11T. Также здесь защита от царапин Gorilla Glass Victus, а не Gorilla Glass 3-го поколения. И здесь есть еще инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Чуть быстрее разблокировка по лицу и по сканеру отпечатка пальца. Лучше съемка на фронтальную камеру. Лучше работа основной камеры. Звук здесь громче, звук здесь стерео, процессор и батарея. Цена на эти смартфоны на момент записи видео абсолютно одинаковая. И сравнив их лицом к лицу, я думаю, что здесь выбор очевиден. Я выбираю себе между двумя этими устройствами, точно выбрала бы 11T. Следующий ролик будет сравнение 11T и Samsung S20 FE. Ну а на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите ваши комментарии, что помогает продвижению моих роликов на YouTube. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok